Всем привет! Сегодня у нас в нашем видеообзоре будет вот такой вот четырехканальный регистратор от компании Panda, модель его Panda 4 Basic. Данный у нас регистратор идет гибридом, поддерживает IP-камеры, аналоговые камеры нескольких стандартов HD, GDTVI, поддерживает разрешение до 1080 камер, имеет четыре входа под микрофон, ну и вроде как идет модель Basic, то есть не полный функционал этого регистратора, самая это идет бюджетная линейка, цена его не дорогая, брал я его для бюджетной системы видеонаблюдения. Итак, вот такая вот внушительная коробка, она даже у меня не помещается в объектив камеры, здесь характеристики расписаны, конечно видно плоховато из-за того, что отсвечивает, ну в общем имеем мы серию вот эту вот Basic Revision 2, поддерживает он у нас запись максимально 1080, 15 кадров в секунду, IP-камеры должен держать до 25 кадров в секунду, как я говорил 4 входа под микрофон, один вход для жесткого диска максимальным объемом 8 терабайт. Так, такая вот коробка, здесь как видите все расписано, давайте смотреть его с режима. Вот сам регистраторный, коробка с комплектующими и это у нас просто мусор и влаговпитыватель. Итак, здесь, я так подозреваю, у нас будут комплектующие и собственно сам регистратор. Собираем все лишнее со стола, не так много у нас места и так, в комплекте у нас вот такая вот наклеечка, имеются батарейки, значит у нас будет пульт дистанционного управления, что в принципе тоже неплохо. Обычно сейчас все одной мышкой заканчивается. Здесь у нас идут болтики для жесткого диска и болтики другой резьбы, не знаю для чего. Краткое руководство пользователя на русском языке в картинках, она тоже не нужна. Давайте смотреть дополнительную коробку. Итак, сам пульт. Здесь все на русском языке. Это удобно. Здесь выбираете номер канала, меню, включить-выключить звук подменю, стрелки вниз слева-вправо и управление просмотра архивом. кнопка перемотки назад вперед, кнопка play, кнопка stop, кнопка записи, кнопка паузы вот такой вот небольшой компактный пульт адаптер питания, который будет питать наш регистратор с маркировкой 12 вольт 2 ампера и обычная стандартная оптическая мышь, тоже брендованная от Panda снова выбрасываем ненужную коробку, убираем полиэтиленовый пакет с регистратора все хорошо запечатали, пытается молодцы здесь вот видите у нас можно сосканировать qr-код и скачать приложение с которым будет работать данный регистратор через смартфон как обычно настройка регистратора через смартфон локальную сеть будет отдельно сделано видео, где будут все ссылки на скачивание инструкции в общем все постараюсь сделать довольно подробно итак чтобы нам разобрать наш регистратор нам понадобится листовая отверточка итак 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 болтик я разобрал подключать здесь обещанный объем до 8 терабайт восьмерки к сожалению у меня нет, но у меня есть жесткий диск объемом 6 терабайт поэтому тоже новенький и его мы отключим без обмана снимаем крышку вот собственно весь регистратор как видите здесь все остальное пусто в принципе технически сюда может было запихнуть два жестких диска но у нас нет второго разъема SATA соответственно второй жесткий диск сюда поставить нереально заметьте сразу с коробки здесь вот идет разъем рядом с разъемом ком порта разъем USB разъем ком порта скорее всего он нужен для прошивки вот так сделано как будто он просто вытащен кстати если у вас вдруг проблемы с временем при отключении электричества время сбивается то вот батареечка 2032 как установлена в любом компьютере ее спокойненько можно будет купить в магазине и поменять теперь давайте найдем наши болтики от регистратора и прикрутим его в регистратор так подозреваю что вот так уже сделают провода были сверху вот так теперь переворачиваем и попадаем в наши пазы закручиваем хорошо чтобы ничего не вибрировало не ходило потому что основная проблема выхода дисков из строя это как раз таки вибрация при работе если у вас жесткий диск будет сильно вибрировать если вы взяли какую-то высокооборотистую модель то можно купить специальные втулки которые вибрацию немножко убирают ну либо я не знаю поставить что-то тяжелое чтобы вибрация у вас ушла конечно эта модель жесткого диска она не рекомендована в системе видеонаблюдения это больше такой вариант для хранения файла помойки но бюджет был ограничен и поэтому приобретали самый дешевый 6 терабайтный винт итак жесткий диск мы подключили теперь подаем на него питание и высота выход при закрытии крышки обратите внимание что провода могут упереться и коротнуть то есть подогните провод либо стяжечкой подберите чтобы он у вас когда вы закрывали корпус не перетерся иначе может просто быть замыкание закрываем обратно крышку я конечно прикручу на один болтик чтобы не отвлекаться сейчас но вы потом закрутите на все когда будете вставлять все итак теперь по разъему у нас здесь идет 4 входа под камеры аналоговые 4 входа под микрофоны один аудио выход чтобы подключить внешний динамик ну либо скорее всего какой-то усилитель чтобы прослушать запись либо вы подключаете к HDMI телевизору и у вас будут динамики вы сможете прослушать ну либо к монитору с динамиками выход VGA для подключения к мониторам простого аналогового выхода для подключения как было раньше на регистраторах нет здесь у нас идет разъем под интернет и разъем USB здесь у нас две клеммы для подключения к сигнализационным датчикам датчикам движения объемником и тому подобное и вход питания нашего блока для регистратора с внешней стороны у нас еще один вход USB это чтобы уже снять архив обычно с той стороны подключается мышка будут индикаторы у нас жесткого диска индикатор включения и где-то здесь под панелью спрятан индикатор культа так все рассказал внешний вид показал сейчас я это все быстро подключу и будем непосредственно настраивать наш регистратор подключим к нему вот такую вот камеру по стандарту SD TVI она у нас должна спокойно заработать камера мегапиксельная соответственно такое же должно быть и разрешение и так все подключаем и дальше настраиваем наш регистратор и так запустили регистратор все ее подключил появилась стартовая заставка панда сейчас у нас регистратор загрузится и появится меню начальной установки загружаться будет где-то минуту будут небольшие такие рывки изображения сразу извиняюсь за качество картинка будет не сильно четкая так как подключил его через систему переходников чтобы вывести вам сюда изображение на экран поэтому заранее простите итак вот у нас появилась стартовая заставка он нам предлагает монитор поддержку 1080 не хотите ли вы это можно настроить позже поэтому я здесь закрываю просто язык у системы у нас русский номер устройства не меняем имя пользователя администратор пароль не установлен пароль придумываем свой я обычно ставлю стандартный пароль чтобы его не забыть чтобы клиент его не забыл как правило потом можно все это поменять поэтому выводим обычный пароль вы конечно можете сразу на месте придумать свой главное его не забыть здесь же нам предлагают можно заходить шаблоном разблокировки можно включить эту функцию и нарисовать шаблон нажимаем на галочку рисуем удобный для вас шаблон повторяем повторяем тот же самый рисунок и нажимаем применить все пароли Огин успешно сохранены теперь дальше для продолжения настройки рисуем шаблон который мы с вами ввели и у нас появился мастер установки нашего регистратора нажимаем на старт первое что предлагает это настроить сеть регистратор мы к сети не подключали но лучше всегда оставлять галочку DSCP это автоматическое соединение если вы будете смотреть через облако то оставляйте как есть если вы будете настраивать какую-то локальную внутреннюю сеть то конечно лучше адрес бить свой как обычно по части настройки локальной локального просмотра облачного просмотра будет отдельное видео посвящено по этому регистратору так нажимаем просто далее здесь он нам предлагает ввести дату время дата времени дата времени сейчас идет неправильно жмем вот этот календарь и здесь меняем на текущую дату 25 ноября также время время меняем также она у нас идет неправильно вставляем наше время так чуть чуть неправильно сделал так вот будет правильней формат у нас идет дата месяц год по умолчанию формат времени 24 часа и часовой пояс плюс 8 часов нажимаем далее здесь у нас появилось меню настройки IP камер так как IP камера у меня не подключена подключена простая аналоговая то этот пункт мы пропускаем если вы настраиваете регистратор этот под IP камеры то здесь добавляете до 6 IP своих камер нажимаем далее на жесткий диск выставляем на нем галочку когда жесткий диск у вас не подготовлен то есть новый с упаковки он у вас не будет сразу работать его нужно обязательно отформатировать здесь есть пункт перезапись автоматическая ее обязательно оставляете потому что если вы что-то поменяете то у вас цикл перезаписи например выключить отключить у вас диск забьется и более вы не сможете ничего дальше записывать пока не отформатируете поэтому у вас должна быть автоперезапись форматируем на жесткий диск требует нам ввести пароль который мы с вами придумали ввели и нажимаем проверку все для форматирования все данные будут удалены все верно процедура форматирования занимает где-то минуты полторы пока идет форматирование видите регистратор начал подавать сигнализационные гудки если у вас во время работы будет будут вот такие же гудки когда уже все установили то скорее всего у вас проблемы с жестким диском сразу заходите смотрите свойства что если диск не определяется то покупали если в магазине то по гарантии если это был ушный то уже все это как в мешке диск этого объема 6 терабайт он конечно не идет под систему видеонаблюдения но как бюджет не позволял сделать диск купить диск дороже поэтому взяли самую доступную 6 терабайтную версию все форматирование у нас завершено все хорошо состояние норма продолжаем дальше настраивать мастера настройки разрешение у нас экрана 1024 на 768 но это сами понимаете качество еще раз прошу прощения и вот у нас появился здесь у нас настройка облачная то есть можно сосканировать этот qr-код либо ввести серийный номер который есть на регистраторе и на коробке и тем самым настроить свое мобильное приложение к этому в следующем видео будет более подробно рассказано следующий пункт здесь у нас вся информация что мы с вами сделали настроили и здесь вот галочка снята не показывать это окно при следующем перезапуске просто нажимаем завершить все регистратор наш готов к работе ведется вот как вы видите запись горит красный огонек камера стандарт hd tvi спокойно подошла к этому регистратору значит камеры взаимозаменяемы не обязательно покупать камеры чтобы использовать камеры высокого разрешения также посмотрим в настройках нашего регистратора какое какое разрешение у нас встало на нашу камеру так канал 1 разрешение 1280 на 720 стало без проблем 15 кадров больше повторюсь он не держит так как версия идет урезанная сжатие идет 264 либо 264 плюс кодеком если у вас объем жесткого диска маленький то лучше использовать 264 плюс там какие-то свои доработки при наименьшем битрейде тока вы сможете сохранять более качественную картинку но у меня этой проблемы нет так как жесткий диск 6 терабайт поэтому все будет по умолчанию здесь у нас есть функция записи и также функция мне очень самому даже плохо видно я не могу прочитать что здесь написано ну а так обычный регистратор ничего здесь сложного в работе нет просмотр архива у вас доступен тут же вот в меню чуть ниже вот у вас поиск здесь здесь вы выбираете дату календарь месяц год дата выбираете количество камер до 4 можно просмотреть поставим галочку так как сейчас архива нет мы просто нажимаем на play и у нас включится последний момент что было записано а когда здесь у вас забьется вся шкала то можно спокойно будет вот здесь прямо мышкой нажимать и выбирать нужное вам время то есть просмотр архива очень легко ну и так все я вам вроде бы про него рассказал его такие функции вот можно выставить на 4 камеры чтобы был режим ну как обычный режим который и идет на четырехканальном регистраторе все регистратор полностью готов к работе записывает видео естественно остальные три канала не стал подключать как обычно какие то вопросы по работе по настройке пишите в комментариях всем доброго дня подписывайтесь на новое видео всем до встречи не болейте до встречи субтитры